всем привет с вами канал оба твичера сегодня мы продолжаем изучать язык программирования бетон на очереди у нас математические операции каждый язык программирования имеет свои числа и имеет числа и математику не беспокойтесь само по себе чисел и математической операции не так много чтобы их было сложно запоминать и в этом упражнение мы немного поработаем поиграемся с базовым математической операциями а на следующем уроке мы разберем логические операции как больше меньше и то что нам нужно для создания условий да давайте не будем забегать вперед начнем с математических операций их просмотрим ровно 5 для этого вам необходимо будет запустить python shell если у гамма ideally запускайте его сразу можете сразу создать там новый файл если нам понадобится он но принципе пока я его надобности не вижу в на этом уроке просто мы можем поиграть в python shell до дальнейших видео мы будем использовать на терминал но пока это еще рано так математические операции есть математическая операция сумма да есть математическая операция разность есть математическая операция умножение есть математическая операция деления с этим этим математическим математической операциям вы принципе знакомы единственный интересный момент то что при делении у нас число получилось вещественное хоть и целое значение должно получиться один он нам добавляет . 0 что это значит так компилятор питона он автоматически при делении переводе число из целочисленного вещественные не как других языках программирования необходимо было задавать тип изначально здесь компилятор понимает вообще вы не будете писать как все плюс плюс вот эти вещи как string и вот этого всего по сути не будет да именно при объявлении переменных мы будем их использовать но при объявлении переменных их не нужно в принципе сам по себе питом понимает что вот это дабл до что c плюс 2 равно 4,9 то есть объявление перемен это тоже происходит очень хорошо но давайте переменным и отдельно рассмотрим еще пока не будем забегать математической операции еще одна операция которая бы хотел с вами разобрать мне кажется это самая интересная операция на данный урок это процент наши уроки быть очень емкими и мы будем быстро с ними разбираться так процент так если я напишу 2 делить на 2 то есть 2 процент 2 он нам выведет 0 что это значит проценту находит остаток отделения то есть та часть которая осталась при целочисленным деления да то есть процент 2 на 2 делится поэтому остаток по любому будет 0 а если мы разделим 8 на 2 остаток тоже 0 до а если мы разделим 8 на 3 остаток должен получиться 2 до я думаю вы понимаете да то есть еще один пример до 32 должно получиться 1 до 3 целая часть это 2 2 на 2 остаток остается 1 примеру 5 на 2 до должно получиться тоже 1 я думаю вы уловили суть да зачем нам нужен оператор процент в принципе это и была основная задача зачем еще используется процент при определении четных и нечетных чисел допустим мы хотим 99 узнать четный или нечетный мы можем просто написать процент 2 и если он возвращает значение 1 это число нечетное да то есть 98 на 2 он возвращает значение 0 да значит это число четное 97 на 2 нечетное то есть помощью простой наверно можно это назвать комбинаторика наверно нет с помощью простой логики можно быть вот такие задачи решать да зная этот оператор на самом деле очень важный оператор я думаю что дальнейшем когда мы изучим условные конструкторы if else мы сделаем отдельное видео где мы будем решать некоторые задачи я буду рассказывать как он используется пример на примере поэтому подписывайтесь на канал ставьте лайк потому что тем самым больше будет аудитории и тем самым будет больше просмотров и тем самым это поведет тому что больше видео будет записываться мною спасибо за внимание